Добрый день всем поклонникам электромобилей из Китая. В этом первом февральском выпуске мы поговорим про электромобили всего лишь одного бренда. Но мы уверены, что вам будет очень интересно, потому что речь пойдет не просто об обновленных версиях, а также и о новой модели для рынка. Встречайте, ZK. Сегодня будут все подробности выпуска. Вы на канале Электрокар. Доставка электромобилей из Китая в страны СНГ. Будет интересно, поэтому начинаем. Давайте начнем с обновления второй модели от ZK. Это 009. Когда этот МПВ вышел на рынок, у него не было конкурентов. Но рынок поменялся, поэтому и он требует обновлений. В ZK представили электрический минивэн ZK 009 2024 модельного года. Напомним, что первая техническая информация о серийной модели появилась в начале осени 2022. А в начале 2023 она встала на конвейер. Чуть позже начались продажи. Авто получило следующие габариты. Длина 5 метров 21 сантиметр, ширина 2 метра 2 сантиметра, а высота 1 метр 85 сантиметров. Колесная база 3 метра 20 сантиметров. Несмотря на внушительные размеры и большое лобовое стекло, коэффициент аэродинамического сопротивления у модели 0,27. Для минивэна это действительно хороший показатель. На выбор предложено 4 цвета кузова. Белый, серебристый, синий и черный. В салоне 6 мест, то есть это 3 ряда по 2 кресла в каждом. Базируется модель на платформе SEA, которая является основой многих моделей концерна GILI. Электромоторы у минивэна такие же, как и у первого серийного авто марки – электрокара ZK001. У авто 2023 года может быть или один электродвигатель мощностью 200 кВт или 272 л.с., или два электромотора, которые в сумме выдают 400 кВт или 544 л.с. Отличие модели 2024 года заключается в том, что одномоторной заднеприводной версии больше в производстве нет. То есть сейчас можно выбрать у авто только батарею. Она может быть емкостью 116 и 140 кВт-часов. А пробег на одном заряде составит, соответственно, 702 км или 822 км согласно циклу подсчета CLTC. Самое интересное – в этом минивэне на рынке дебютировало третье поколение аккумуляторов компании CATL. У таких батарей есть даже свое название – Qi Lin. Его позаимствовали у одного из существ китайской мифологии. Аккумулятор основан на литий-ионных элементах. Третье поколение отличается от первого, представленного в 2019-м, в первую очередь, эффективностью использования объема. Три года назад это были 55%. По словам производителя, батареи Qi Lin обеспечивают рекордную эффективность использования пространства. А именно это 72%. И обладают плотностью энергии 255 кВт-часов на килограмм. И это в то время, когда показатель 180 кВт-часов на килограмм для батарей, которые стоят в большинстве современных электромобилей, это уже отличный результат. В среднем этот показатель составляет 150 Вт-часов на килограмм. Также отмечается новый подход к охлаждению. Он увеличивает площадь теплообмена в 4 раза по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Например, можно будет заряжать аккумулятор с 10 до 80% всего за 10 минут. CATL сравнил Qi Lin с батареями Tesla формата 4680. У элементов Илона Маска емкость меньше на 13%, а общая эффективность составляет 63% против 72% у батареи Qi Lin. Вернемся к тех характеристикам минивена. Полноприводный электроминивен разгоняется до первой сотни за 4,5 секунды. А учитывая, что самая тяжелая модификация весит 2830 килограмм, этот показатель кажется просто фантастическим. В прошлом году было продано не более 20 тысяч авто с индексом 0,09. Несмотря на такой показатель, в 2024 ДиК планирует продать 200 тысяч девяток. Цена на этот электроминивен – 499 тысяч юаней или 60 тысяч долларов за версию с младшей батареей и 588 тысяч юаней или 82 тысячи долларов за авто с более емким аккумулятором. В Китае ДиК дает гарантию на эту модель – 6 лет или 150 тысяч километров. Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD, Xpeng или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это вы можете просто на сайте электрокар.бай. Мы предлагаем выбор лишь среди проверенных моделей. Поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале, а также на нашем втором канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Как вы помните, третьей моделью ставил от ДзиК Кроссовер X. И он тоже получил обновление. Сейчас мы про это и расскажем. Модель X от ДзиК появилась на рынке во второй половине прошлого года. Несмотря на это, она уже получила небольшие обновления и теперь называется ДзиК X 2024 модельного года. Она выступает в сегменте компактных кроссоверов. Длина авто 4 метра 45 сантиметров. Ширина 1 метр 83 сантиметра. Высота 1 метр 57 сантиметров. Колесная база 2 метра 75 сантиметров. В экстерьере выделим то, что безрамочные двери у ДзиК стали еще и безручечными. Для открытия двери нужно нажать на миниатюрные кнопки на стойках крыши. Они и дают команду электрозамкам открываться. Ходовые сделаны из 41 светодиода. Под ними расположены основные матричные фары. Боковые зеркала имеют безрамочную конструкцию. У пятой двери два стекла. Верхняя расположена почти горизонтально и фактически является продолжением крыши. Салон выполнен в духе минимализма. Есть два экрана и минимум кнопок. Понятно, что в основе кроссовера ДзиК X лежит модульная платформа Sustainable Experience Architecture. На ней же построены модели Smart No.1 и Smart No.3. Они используют не только одну архитектуру ДзиК X, но у них еще и общие электродвигатели и батареи. Модель X предлагает моно- или полноприводную вариацию. Первая имеет один электродвигатель мощностью 200 кВт или 272 лошадиные силы на задней оси. Он способен разгонять авто до первых 100 км в час за 5,8 секунды. Полноприводная версия ожидаемо получила два мотора, но не два по 200 кВт, как это было в случае с минивеном 009. Общая мощность двух движков у модели X составляет 315 кВт или 428 лошадиных сил. Разгон с 0 до 100 кВт в такой модификации составляет 3,7 секунды. Для обеих версий есть только одна батарея с типом химии NMC. Ее емкость 66 кВт-часов. Заднеприводная модель проедет на одном заряде 560 км, а модель с двумя моторами до 512. Расчеты проводились согласно циклу CLTC. Сейчас хотим посоветовать вам канал, на котором мы уже год публикуем видео о новинках рынка. Также публикуются обзоры на самые топовые и крутые электромобили. Прямую ссылку на канал вы найдете в описании к этому видео. Ну и самый важный компонент этого видео – это ZK007. И один такой мы уже везем в Минск. А все подробности о нем смотрите в видео. Новый год давно уже начался, а мы все еще не рассказали вам все подробности о новой модели от бренда ZK. Это уже четвертое авто в линейке электромобилей этой компании. Электрический седан ZK007 появился на рынке Китая с 1 января. Напряжение в системе этого авто составляет 800 вольт. Запас хода у модели – 870 километров. А разгон до 100 километров в час осуществляется за 2,84 секунды. Стартовая цена на такой электрокар – 210 тысяч юаней или чуть больше 29 тысяч долларов. Четвертая модель от молодого бренда ZK007 представлена во время осеннего автосалона в Гуанчжоу. Команда немецкого главного дизайнера Штефана Зилова разработала этот электрокар по всем правилам золотых сечений автомобильного дизайна. Отметим, что Зилов большую часть своей карьеры работал в Ауди и в Мерседес. Лучшие его работы – ДВСный хэтчбэк Ауди А1 и спортбэк Ауди А7. Электрический седан ZK007, разработанный под его руководством, вытянулся на 4 метра 86 сантиметров в длину. Ширина авто – 1 метр 90 сантиметров, а высота – 1 метр 45 сантиметров. Между осей – 2 метра 93 сантиметра. Модель построена на платформе PMA 2+. По сути, это та же платформа CEA, но в которой используется 800-вольтовая архитектура. Подвеска – это двойные поперечные рычаги. Обтекаемые формы, узкие полоски фар, безрамочные двери и прячущиеся дверные ручки – все это уже стало привычным для китайских автомобилей. Однако дизайнерская команда Зилова нашла способ выделить ZK007 среди подобных моделей. Обратим ваше внимание на то, что заднее стекло и панорамная крыша – это единая стеклянная поверхность, которая тянется от центральных стоек до крышки багажника. Под передней и задней светотехникой есть диодные панели системы ZKS Target. Они демонстрируют графическую информацию вроде приветственного сообщения при приближении владельца или информацию для пешеходов. Подобная система светодиодной индикации расположена и в салоне. В остальном интерьер седана ничем не выделяется. По центру передней панели находится крупный экран мультимедиа, а количество физических кнопок и переключателей минимизировано. Для автономного вождения установлено сразу три лидара, один из которых расположен над лобовым стеклом. Центральный поворотный экран имеет диагональ 15 дюймов. 21 динамик Dolby Atmos обеспечивает качественный звук. ZK утверждает, что их модель стала первой серийной моделью со спутниковой связью среди всех моделей на рынке Поднебесной. К слову, концерн Geely создал и увеличивает свою спутниковую сеть. Вы можете выбрать семерку с одним из двух типов батареи. Первый аккумулятор разработан самой компанией. По типу химии это литий-железо-фосфатная батарея емкостью 75,6 кВт-часа. Она обеспечивает запас хода 688 км согласно циклу оценки CLTC. ZK утверждает, что у их модели лучший показатель запаса хода среди всех седанов с LFP аккумулятором. За 15 минут зарядки ячейки батареи накапливают такое количество электронов, которых достаточно будет на 500 км пробега. Второй аккумулятор, который вы можете выбрать у этой модели, это уже хорошо известная батарея Qi Lin от мирового лидера CATL. Ее тип химии NMC, а значит у нее лучшая плотность энергии на 1 кг, чем у литий-железо-фосфатной батареи от ZK. Емкость такого аккумулятора 100 кВт-часов. Такая батарея обеспечивает запас хода 870 км. За те же 15 минут зарядки она сможет накопить энергии, достаточной на 610 км пути. Как в случае с батареями, так и в случае с моторами на выбор есть две модификации. Заднеприводный седан получил один двигатель мощностью 310 кВт или 422 л.с., созданный с использованием карбида кремния. Он обеспечивает время разгона с 0 до 100 за 5,4 секунды. У полноприводного авто в пару к заднему мотору спереди установлен движок мощностью 164 кВт или 224 л.с. Общая отдача очень приличная 474 кВт или 646 л.с. Первую сотню такое авто набирает за 2,8 секунды. Максимальная скорость у каждой из версий ограничена на отметке 210 км в час. Модель ZK007 можно купить в одной из четырех конфигураций. Ценовой диапазон от 210 до 300 тысяч юаней или от 29 до 42 тысяч долларов США. Хотели бы обратить внимание, что сайт нашей компании постоянно обновляется. Заходите по адресу electrocar.buy и вы узнаете о спецпредложениях дня, новых моделях и ценах на все электромобили из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. Как вам такой выпуск о бренде ZK? И скажите, как вы читаете, как вы говорите? ZK? Zikr? Zikr? Мне интересно. Пишите в комментариях. На все я отвечу. Также будем благодарны за все лайки и отправьте это видео тому, кому может быть полезно. С вами были Electrocar.buy. Доставка электромобилей из Китая в страны СНГ. Ян Шарапов. До встречи. Продолжение следует...